Казахи, а не оборзили ли вы, а? В край просто! Не оборзили ли вы? Столько россиян от вас уехало, русских людей от вас уехало. Русский язык вы там упираете. Столько там у вас русских людей-то в правительстве и среди депутатов. Не оборзили ли вы? Почему продаете свои природные ресурсы индийцам, англичанам, американцам, а про русских забыли? Не оборзили ли вы там? Почему у вас нет двойного гражданства? Вы что там, обурели что ли, я казахи? Это не мои слова. Это так говорит Семен Алькадич Багадесаров. Давайте, друзья, сначала, прежде чем ответить на его множественное почему, дадим все-таки слово этому дяденьке. Послушаем, от чего у него пукан рвется. Приветствую вас всех, друзья! Вы на канале Казахстан Сегодня. С вами Сула и мы. Начинаем. Вопрос к казахскому руководству, не только господин Такаев, но и господин Назарбаев. Почему у вас на момент распада СССР было 40% русского населения? Сейчас 18%. Куда делось 22%? А русскоязычное было больше 50% корейцев, греков, немцев. Ну ладно, немцы там кто-то уезжал и так далее. Куда они делись? Наконец, есть ли у вас в руководстве Казахстана русские люди? Если они составляют 40%, почему их там нет? Почему у вас вторым государственным языком не является русский язык? Почему? Мне глубоко наплевать, где у нас союзники, я к этому отношусь. Я гражданин России, меня интересуют только интересы России. И меня глубоко наплевать на интересы других государств, как бы они не рядировались в току друзей, когда им надо. Почему? Почему этого нет? Почему запрещено иметь двойное гражданство, казахское и российское? Почему? Вот. Экономические преференции. Если мы сейчас помогаем Казахстану, почему там должно быть очень большое количество турецких компаний, американских, английских компаний, китайских компаний, которые эксплуатуют природные ресурсы Казахстана? И вот это нищенское состояние металлургов, нефтяников, газовиков, шахтеров, это оно должно решать. Это оно должно, если господин Такаев патриот казахского народа, он должен национализировать все эти предприятия. И, конечно, нельзя говорить с позицией силы, с людьми просто, которые хотят. Кушать хотим. Ну, не только индусов, английскому гражданину, жрать так, чтобы жир из ушей тел. Но они хотят просто есть. Так много почему, Аркадьич? Так много почему? Ну, хочется ответить вам словами из нашумевшего шлягера конца девяностых прошлого столетия замечательной российской группы «Белый Орел». Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой. Такой. Если нам будет необходимо, мы здесь, в Казахстане, будем разговаривать на древнем языке инков. И вас об этом не спросим. Если нам будет необходимо, мы поставим в правительство потомков египтян. вас об этом не спросим. Если нам будет необходимо, мы подарим все свои ресурсы дружественной Монголии. Вас об этом не спросим. Потому что Казахстан независимое государство. Вася! Понял? Багдасаров Аркадьевич. А кто такой вообще Семен Аркадьевич Фарада? Извиняюсь. Багдасаров. Российский политолог, историк, эксперт по проблемам в странах Ближнего Востока и Центральной Азии, директор центра изучения бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там дофига. Короче, откуда ему зарплата капает ежемесячно? Вот реально вот и все. Да хрена, откуда со всяких там дыр ему капает? Тупо зарплата ежемесячно и все. И он сидит, короче, и пукан у него рвется. Вы что думаете, друзья? Прав я или нет? Оставьте ваше мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Казахстан сегодня. Всем пока. Салам алейкум. Аравидарчи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok